Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Медгуру. Говорим сегодня про проблемную кожу, про акне. У меня в гостях эксперт по акне, врач-дерматолог Виктория Заярная. Виктория Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада нашему знакомству. Надеюсь, нашим слушателям сегодня будет очень интересно и понятно. Да, давайте прямо с самого начала начнем. Про проблемную кожу, что такое акне и какие основные причины возникновения этой проблемы. Самый главный вопрос, который сейчас вызовет, наверное, волну какого-то негодования – акне – это дерматологическое заболевание. Это заболевание кожи. Действительно так. Но в попытках найти истинную причину высыпаний нередко пациент проходит огромное количество специалистов, пытаясь найти проблему где-то на глубине желудочно-кишечного тракта, подозревая, что, возможно, это избыточный бактериальный рост, может быть, это какие-то гинекологические проблемы, потому что хочется найти какого-то конкретного врага и с ним какую-то конкретную борьбу. А когда дерматолог говорит что-то абстрактное, что это патология сально-волоснового фолликула, кажется, что нет. Наверное, дело-то в чем-то другом. На самом деле, акне – это патология сально-волоснового фолликула. И на сегодняшний день международное сообщество дерматологов описывает развитие акне следующим образом. Во-первых, акне – это аутовоспалительный процесс, то есть воспаление, которое возникает в сально-волосновом фолликуле, является первичным. Далее, кроме этого, принимают участие бактерии, так называемые кути-бактериум акне. Раньше они назывались попиони-бактериум акне, но по факту для нас глобального смысла это не несет, что важно понимать. Часто пациенты предполагают, что какие-то загадочные бактерии являются причиной их высыпания, что, возможно, это золотистый стафилококк, может быть, нужно сдать посев с миндалин, может быть, нужно из гнынчка сдать посев, может быть, бактерии есть в кишечнике или еще где-то. На самом деле бактерии, кути-бактериум акне, являются представителями нормальной микрофлоры человека. Но когда для них создаются благоприятные условия, они начинают реализовывать свои патогенные, или в переводе с медицинского на русский, злые свойства. И в результате мы видим вот эти проявления в виде прыщей, которые так беспокоят наших пациентов. Сразу хочу сделать небольшую ремарку. Никаких особых соскобов и посевов проводить не нужно, когда мы берем с гнынчка или еще откуда-либо, потому что тактика ведения пациента от этого никаким образом не меняется. Мы достоверно знаем, что принимают участие бактерии, и что наша тактика должна быть вот такой, вот такой и вот такой. Ничего для этого дела дополнительно не нужно. Следующее звено патогенеза, то есть механизма развития акне, это фолликулярный гиперкератоз. Что это значит? Что на поверхности нашего сального сноуфолликула формируется пробка, которая нарушает отток секрета сальной железы на поверхность кожи. В норме наверняка все слышали понятие водно-липидная мантия кожи. Так вот, секрет сальной железы выводится на поверхность, смешивается с потом, смешивается с церамидами и образует вот эту водно-защитную мантию кожи. Но когда возникает проявление акне, этот процесс также нарушен. И вопреки стереотипному представлению, что акне – это история только про жирную кожу, на самом деле акне – это история про обезвоженную кожу. Потому что кожное сало, которое в норме должно выполнять эту функцию, с ней уже не справляется. И возникает еще одно понятие такое – диссиборея. Еще один грозный термин, который, собственно, и означает, что сало, которое вырабатывает кожу, уже совсем другое. То есть неправильные пчелы делают неправильный мент. И еще одно звено, которое мы также должны здесь вспомнить, кроме бактерий, воспаления, фолликулярного гиперкератоза, который есть на поверхности, мы также еще должны вспомнить и о избыточной продукции этого кожного сала. То есть его продуцируется в большем количестве. Но так как у нас возникает такой своеобразный порочный проб, буквально как воздушный шарик, который вы надуваете, 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 то же самое происходит и с нашей сальной железой, потому что, несмотря на то, что пробка-то на поверхности появилась, секрет продолжает продуцироваться в том же количестве. Вначале стенки сальной железы будут растягиваться, накапливая тот секрет, который они продуцируют, потому что вовремя он не эвакуируется на поверхность. А потом в один прекрасный момент происходит прорыв стенок сальной железы, и возникает воспалительная реакция. Вот так происходит формирование тех элементов, которые мы с вами видим на лице. Вы сказали, что делать не нужно. Возможно ли как-то предотвратить появление акне, и в какой момент это можно поймать? Какие первые симптомы должны насторожить, когда важно вовремя обратиться к врачу? Это хороший вопрос, на который тоже нет какого-то конкретного ответа, потому что акне – это заболевание, которое только на 20% условлено генетическими факторами, и на целых 80% – это так называемый экспосом факторы акне, то есть факторы окружающей среды, которые повлияли на нашу жизнь. Стереотипно предполагается, что высыпание акне возникает в подростковом периоде, но на сегодняшний день дебют акне может возникнуть и в более старшем возрасте. Он может возникать в 20-25 лет. Более того, он может даже возникать у женщин впервые в пременно-паузальный период. Настолько всё интересно и сложно. Поэтому какие красные маячки есть, на которые стоит обратить внимание как самим пациентам, так и родителям, если мы говорим о каком-то юном пациенте? Во-первых, высыпание, которое вас беспокоит. Если вас это беспокоит, это уже повод обратиться к врачу. Если этих высыпаний много, и они локализуются не только, предположим, на коже лица, но и на других участках тела. Потому что акне – это заболевание, которое поражает так называемые сиборейные зоны. Что это за зоны такие? Это зоны, богатые сальными железами. В этих местах сальных желез больше, и сами по себе они анатомически тоже по размеру больше. Это может быть кожа лица, кожа груди, кожа спины, кожа плеч. Но также есть ещё одно понятие – это инверсные акне, которые локализуются в местах, на первый взгляд вообще не имеющие к этому отношения. Это зона подмышечной области, это может быть зона под молочными железами, это может быть паховая зона, это может быть зона ягодиц. То есть там тоже могут возникать высыпания акне. Далее, если у вас сформируются рубцы, если на местах тех элементов, которые появляются, возник рубец, это также повод обратиться к специалисту. Следующий пункт – это экскрированный акне. Ещё один сложный термин. Что он означает? Когда пациент травмирует элементы, но не просто вы перед встречей с бывшим решили выдавить крыш, который внезапно возник на носу. Это история, когда пациент самостоятельно травмирует эти элементы, и этап травмирования носит больше масштаб, чем сама проблема. То есть это такой своеобразный акт аутоагрессии к себе, когда пациент продолжает ковырять, несмотря на то, что на этом месте уже ничего нет, и уже буквально кость виднеется, а мы всё ещё продолжаем давить элементы. Таких пациентов, безусловно, необходимо вести совместно с врачом-психотерапевтом, с клиническими психологами, потому что только в этом случае мы можем достичь наилучших результатов. Ментально в нашем обществе не принято обращаться кому-то за помощью, особенно за какой-то такой помощью, кажется, что нас неправильно понимают и так далее. Но успех коррекции таких проявлений акне заключается только в смежной работе специалиста, потому что иногда пациент приходит на приём, когда мы не видим первичных элементов, то есть мы не видим самой сыпи акне, мы видим только результат, который остался у пациента после того, как он расковырял все эти элементы. Также это неэффективность ранее проводимой терапии. Не секрет, что многие сейчас стараются как-то оттянуть визит к дерматологу, косметологу. Это могут быть различные причины, как отсутствие доверия к профессии, так и, возможно, разочарование в специалисте, который пытался помочь ранее. Так, к сожалению, и не совсем компетентные специалисты, которые предлагали не совсем адекватный метод, например, бесконечные чистки. Этим, к сожалению, продолжают грешить смежные специалисты и, возможно, специалисты со средним медицинским образованием, которые являются таким первым звеном обращения с несовершенствами кожи. Хочется пойти к специалисту, чтобы он что-то там почистил, и всё, наконец, прошло. И в результате мы сталкиваемся с осложнением, например, рукцами, которые возникли не на фоне разрешения элемента, а когда пациент либо специалист уже этот элемент добили. Рукоприкладство. Конечно же, в этом случае необходимо обращаться уже к компетентному специалисту, врачу-драматологу или драматологу-косметологу, который сможет уже подсказать, как корректировать и сами акне, и проявление пост-акне. Как выявить точную причину в каждом конкретном случае? Какие обследования нужно провести, чтобы выявить тактику лечения акне? Это, пожалуй, вторая волна негодования, которая сейчас должна появиться в комментариях. Мы начали нашу беседу с того, что акне – это самостоятельное заболевание кожи. Но сейчас немного дам обратной связи тем, кого этот факт возмущать стал. Акне действительно может быть ассоциировано с некоторыми заболеваниями. Но это не что-то абстрактное. То есть иногда предполагают, что проблемы по-женски. Мне всегда очень импонирует этот термин. Я не могу понять. Что такое проблемы по-женски? Это что? Миомоматки, эндометриумы, хрониды. Но чаще всего гормональный фон имеется в виду. Что это? Чаще всего, наверное, гормональный фон имеется в виду. Гормональный фон, да, вот такая вот. Но в том числе наверняка, я думаю, что кто-то из наших зрителей ходил к гинекологу, сдавал мазок, смотрел, что там какой-то воспалительный тип мазка. А вот эктопия или эрозия шейки матки – это тоже проактные. Что это вообще такое? На самом деле, действительно, вы абсолютно правы. Это эндокринные гинекологические заболевания. Но еще раз повторюсь, это не абстрактно. Самые частые, реально имеющие ассоциацию состояния – это так называемый синдром склеро-поликистозных яичников и неклассическая форма дисфункции коры надкочников. Это два заболевания, которые мы встречаем в своей практике чаще всего. Но логично предположить, что у этих состояний есть и своя клиническая картина. То есть это история не только про то, что ваши прыщи говорят вам о том, что у вас проблемы по-женски или еще по какому-то другому пункту. И сразу здесь нужно сделать спойлер. Карты прыщей нет. Прыщ на подбородке не означает, что у вас проблемы по-женски. Прыщ на носу максимум может означать, что у вас кто-то влюбился. Это будет самая достоверная информация, которую вы можете получить от прыща на носу. То есть карты прыщей нет. Но, тем не менее, действительно могут быть ассоциации. Что это за ассоциации с таким? Чаще всего самая популярная жалоба, которая может быть у таких пациентов, это нерегулярный менструальный цикл. Либо это цикл, который слишком длинный, когда пациентка озвучивает, что за весь год у нее менее 9 менструаций. Если пациентка говорит о регулярных задержках, если это история про то, что пациентка, ведя регулярную половую жизнь и не предохраняясь, не может забеременеть, испытывает какие-либо сложности и так далее. То есть в этом случае мы можем заподозрить, что что-то пошло не так. Кроме того, есть другие дерматологические маркеры, на которые мы также можем обращать внимание. Есть такое понятие, и снова у нас очень сложный термин, но он нам здесь необходим для того, чтобы мы понимали, что кожа действительно может с нами разговаривать, но это не так романтично, как это описывают в различных фабриках. Есть такое понятие андрогензависимая дермопатия. То есть это комплекс проявлений, которые могут нам как бы намекнуть, что, возможно, у этого пациента есть какие-то гормональные состояния, сопровождающиеся высоким уровнем андрогена. Андрогены – это так называемые мужские половые гормоны, но здесь тоже нужно сделать ремарку, что и у мужчин, и у женщин набор гормонов одинаковый. То есть андрогены есть как в женском, так и в мужском организме, но просто их соотношения отличаются, что в том числе и является определенными маркерами, которые делают из нас женщин, женщин, мужчин, мужчинами. Так вот, если, предположим, у нашей пациентки есть избыточный рост жестких пигментированных волос в местах, которые характерны для мужчин, ну, например, это могут быть бакенбарды, это может быть зона роста груди, это может быть передняя линия живота, может быть какая-то расширенная линия интимной зоны, когда здесь очень выраженный рост волос. Мы можем заподозрить, что с пациенткой что-то не так. Однако оценить это в реалиях современного мира достаточно сложно, потому что многие, обращаясь на приемы к драматологу, к косметологу, перебегают к различным косметическим манипуляциям, которые позволяют избавиться от нежелательных волос. В этом случае сложно понять, потому что каждый из нас оценивает этот рост волос по-своему. Для кого-то два волоска возле груди – это уже что-то криминальное, а кому-то кажется, что всё хорошо, если вся грудь напоминает папину. Поэтому здесь есть такая шкала, которую вы можете после нашего эфира посмотреть самостоятельно в интернете. Она называется «Шкала Феремена-Галдея», которая позволяет хотя бы найти общий план того, что такое избыточное волосение. Там представлены 9 зон, в которых есть картинки. Каждой картинке соответствует свой балл по количеству волос в разных зонах. Поэтому, чтобы вы понимали, два волоска возле груди или один волосок, как у Хатабыча на подбородке, не говорит о том, что с вашими гормонами что-то не так. Это допустимая норма. Плюс мы также должны понимать, что наша сторона намного национальная. И норма волосения, предположим, для девушки азиатской внешности, девушки славянской внешности или восточной какой-то другой внешности, они разные. То есть для кого-то более активный рост волос, является нормой. В том числе мы должны понимать, что с годами мы не становимся моложе. И для женщин в возрасте старше 30 лет норма тоже отличается, чем от девушки 18 лет. Поэтому, конечно же, для того, чтобы правильно оценивать выраженность волосения, нужно это делать со специалистами. И это не единственный критерий, на который также необходимо обращать внимание. Далее. Это может быть рост избыточных пушковых волос, обесцвеченных, но по всей поверхности тела. Это может быть выпадение волос на кожу волосистой части головы. Есть такое понятие андрогенная лапеция, когда выпадение волос характеризуется таким видом, напоминающим мужскую потерю волос. В этом случае пациенты не столько предъявляют жалобы на активное выпадение, сколько на то, что голова стала светиться, потому что прореживается центральный ряд волос. Это тоже может быть дополнительным критерием, на который нужно обращать внимание. Могут быть, например, проявления жирной сибореи. Это то, что мы привыкли называть перхотью. Она может быть очень выраженной. Такие жирные корочки формируются на поверхности волосистой части головы. Это тоже проявление вот этой андроген-зависимой дермопатии. Это позволяет дерматологу продифференцировать, когда пациента нужно дополнительно обследовать, а когда нет. Но еще одна информация, которая нас тоже будет несколько удручать, вне зависимости от того, есть ли у пациента сопутствующие эндокринные заболевания, нет его. В глобальном смысле наша тактика не изменится. Изменится прогноз, что мы можем обещать пациенту и как мы будем корректировать эти последствия. Потому что, по факту, наружная терапия останется прежней. Никакого особого метода терапии нет. Те заболевания, которые я озвучила, это хронические заболевания. И какой-то волшебной пилюли, чтобы вы вылечили синдром склерополикистозных яичников или не классическую форму дисфункции коронодкочников, нет. Но в этих случаях мы просто будем учитывать нюансы, связанные с рецидивом. Какую тактику лучше выбрать, чтобы минимизировать. Может быть, в некоторых случаях пациентка должна дополнительно модифицировать свой образ жизни. Например, для пациента с синдромом склерополикистозных яичников действительно умеренные физические нагрузки, особые диетические рекомендации могут давать также позитивное влияние как на её основное заболевание, так и на течение акне. Может ли неправильный уход за кожей приводить к развитию акне? Ну, проблемам приводить могут, но само по себе заболевание акне не является результатом неправильного ухода или недостаточного очищения. Однако есть ещё одно понятие, так называемые косметические акне. Это акне, подобные высыпания, которые могут возникнуть у любого из наших зрителей в ответ на использование тех или иных косметических продуктов. Здесь также возникнет вопрос, а вот каких компонентов быть в косметике не должно, чтобы у меня прощение возникло? К сожалению, ответа на этот вопрос тоже нет, потому что авторитетное международное сообщество Американской ассоциации драматологов рекомендует обращать внимание на пометку некомедогенно. Но в то же время у этой пометки нет никакой контролирующей организации. То есть от того, что на ней написано некомедогенно, никто эту косметику дополнительно не проверил, никакой на ней штамп безопасный не поставил и так далее. У любого человека могут возникнуть высыпания на любую косметику. Всё это носит индивидуальный характер и, к сожалению, методом проб и ошибок каждый из нас может понять, подходит ему этот продукт или не подходит. Потому что вся косметика в глобальном смысле она для нас безопасна. Она проходит определенный этап сертификации и никто, конечно, яд вам не подкладывает ни в тональный крем, ни в губную помаду и так далее. Но какой будет реакция, предсказать невозможно. Понятие некомедогенно, как и гипоаллергенно. Говорят только о каком-то сниженном риске, но полностью его не исключают. Выискивать в баночках минеральное масло, силикон или ещё что-то не имеет никакого глобального смысла. Поверьте, составы, к сожалению, не держатся только на минеральном масле. Вся формула может соиграть по-разному в зависимости от тех компонентов в их количестве, которые будут введены в эту баночку. Как они будут синергировать эффекты, либо, наоборот, нивелировать нежелательные эффекты друг друга. Поэтому просто ориентироваться на отдельные выборочные названия, предсказать, как себя подойдёт продукт, невозможно. Так, а что с механической чисткой? И как часто можно делать? Механическую чистку делать не нужно никому. Но бывают исключительные ситуации, когда это может быть показано при устойчивых макрокомедонах. Это такие крупные элементы, которые напоминают такой белый внутрикожный, например, узелочек, либо такая большая чёрная точка, которая 2-3 мм в диаметре. То есть достаточно крупный элемент. Они, как правило, резистентны к терапии, и тогда требуется проведение вот этой комедонной экстракции. Но механическая чистка, как вариант лечения, как вариант дополнения к терапии, не является обоснованной, потому что она несёт за собой только риски формирования рубцов, пустакны, формирования обострения кожного процесса. Поэтому, пожалуйста, не делайте рутинно различные чистки лица. Они лицо не чистят, а только способствуют ухудшению кожного процесса. Виктория Юрьевна, давайте тогда перейдём к основной части – это лечение. Насколько сегодня медицина умеет справляться, как быстро можно избавиться от акне, и бывают ли какие-то тяжёлые случаи, в которых медицина, к сожалению, бессильна? Лечение акне в первую очередь зависит от конкретных клинических проявлений. То есть акне – это состояние, при котором у вас может быть три прыща на всё лицо, а могут быть крупные узловые элементы, которые постоянно нагнаиваются, формируют рубцы, и располагаются они в большом количестве различных мест, вот этих сиборейных зон, о которых мы говорили ранее. Конечно, в этих случаях тактика будет отличаться. Есть различные классификации. Самая популярная – это шкала Пак-Лигман, которая была введена в практику врачей в 2004 году. И смысл заключается не в том, чтобы досконально продифференцировать, что же перед нами, какая из степеней тяжести акне, для того чтобы понять, с какой тактикой нам дальше идти с пациентом по жизни. Поэтому если мы говорим о каком-то лёгком течении, то в этом случае может быть назначена наружная терапия, которая, как правило, представляет собой комбинацию различных лекарственных препаратов. Зачем их между собой комбинировать? Дело в том, что те препараты, которые сейчас представлены на рынке, они, каждый из них, обладают какой-то своей суперспособностью. Ну вот представьте, что у вас есть мстители, и там у каждого из них есть суперспособность. Там Капитан Америка борется с комедонами, есть, да, чёрная вдова хороша в плане пустул, кто там ещё в плане чего-то хорошо, кто там с постакна корректирует. И вот, ваша задача — собрать из них такую команду, которая будет хорошо работать именно с вашими проявлениями. Но сейчас по международным стандартам любая форма акне должна включать назначение ретиноидов, либо наружных, либо системных. О системных ретиноидах мы говорим, когда речь о тяжёлом течении акне, наружные ретиноиды могут быть с перелёбком или среднем течении акне, и различные комбинации. Монотерапия, то есть лечение только одним единственным лекарственным препаратом. Здесь я хочу сделать акцент про лекарственные препараты, потому что часто пациенты говорят, вот я купил вот такую косметику, вот такую, у меня ничего не прошло. Вы купили косметику. Косметика не обещает вам ничего лечить. Косметика, аптечная или профессиональная, несёт функцию сопроводительной терапии. Что это значит? Все методы терапии акне раздражают кожу. То есть у вас может быть покраснение, шелушение, повышенная чувствительность кожи. К сожалению, так работает терапия. И для того, чтобы вы лучше переносили ваше лечение, для того, чтобы вы меньше отказывались от терапии, потому что иногда пациент вынужден на несколько дней отменять лечение, потому что кожа становится очень чувствительной. И есть варианты косметической продукции, которые уменьшают вот эти нежелательные эффекты. Они так называемым образом повышают комплоентность, то есть приверженность к терапии пациента, чтобы он не отказывался от лечения. Потому что когда мы начинаем лечение акне, мы сталкиваемся с двумя главными проблемами, которые очень сильно пугают пациента. Во-первых. Это раздражение кожи, поэтому очень важно медленно вводить препараты. Это так называемое тетрование дозы. То есть вначале это может быть один, два, три раза в неделю точечное нанесение. Постепенно, пока кожа адаптируется, вы переходите к более частому нанесению и переходите на нанесение на всю поверхность лица, избегая зоны вокруг глаз и избегая зону носогубного треугольника. То есть постепенно вводите препараты. А вот для того, чтобы уменьшать сухость, красноту, шелушение, нечувствительность, назначаются косметические продукты. Второй нюанс – это обострение кожного процесса. Многие пациенты проходят через это, и это ожидаемая реакция. Но некоторые из пациентов это можно напугать. Они пришли к какому-то инстадоктору, на ютубе посмотрели видосик, подсказалось им, что всё хорошо, пойду к этому специалисту. Назначают лечение, и проходит две недели, становится всё хуже, чем было. Лицо красное, шелушится в корках, прыщей стало больше. Это пугает. Поэтому очень важно вот это доверительное отношение между пациентом и врачом. Обязательно рассказывать на берегу, чего ждать от лечения, как это будет проходить, что свежие элементы в ходе лечения могут и будут появляться, что это нормально. Потому что часто я получаю вопросы от своей аудитории, которая у меня там есть в Инстаграм, что вот, я там получаю лечение второй, третий, четвёртый месяц, а свежие элементы всё ещё появляются. Что это? Это неправильно подобранная терапия? Мне нужно менять специалиста? Нет. К сожалению, это возможно. Нет такой волшебной пилюли или волшебной мази, которой вы помажете, и свежие элементы перестанут появляться. Всё это занимает достаточно большое время. Здесь же мы возвращаемся к инструкциям, препаратам, как самому доступному источнику информации для пациента, русскоязычному источнику информации. Потому что, когда вы откроете, вы можете прочитать странные формулировки, например, про терапевтические эффекты. Будет написано, что вы начнёте использовать, терапевтический эффект возникнет через три недели. И у пациента, который не владеет терминологией, не понимает, что же такое терапевтический эффект, возникает ложное представление, что терапевтический эффект – это значит, что через три недели он вылечится от акне. Нет. Через три недели препарат начнёт реализовывать свои свойства, и вы увидите хоть какой-то возможный эффект. Но здесь же нужно сделать ремарку, что чаще всего обострение возникает со второй по восьмую неделю лечения. То есть вот этот период, он может быть самым сложным для пациента, особенно когда, допустим, пациенты приходят, впереди какое-то важное событие, часто это происходит весной, когда школьники оканчивают школу, поступают в институт, и они хотят вот к выпускному, чтобы прыщи все исчезли. Вот они хотят от врача, чтобы с мая по июнь всё куда-то делось, а в это время может только ухудшение начаться. Либо, допустим, невесты часто перед свадьбой тоже хотят как-то очень быстро, чтобы всё исчезло. А получается, мы начинаем терапию, только начинается вот эта первая волна обострения. Поэтому, пожалуйста, не затягивайте ваше лечение, не отводите время до каких-то событий вашей в жизни, потому что это не вы нам даёте время, месяц или два месяца до этого события. К сожалению, мы работаем в одной обойме врач и пациент. Это друзья, это команда, которая движется к одной цели. И здесь выставлять какие-то сроки невозможно. Поэтому обострение возможно, терапевтический эффект – это то время, когда начнётся работать. И даже есть вот такой препарат – систему низотретинаин. Тоже начнётся, наверное, третья волна негодования, что это всё химия, всех травят вместе с вакцинами и ещё с чем-то. Это препараты для лечения тяжёлых форм акне. Они назначаются во всём мире уже на протяжении практически 40 лет, с 1982 года. У нас достаточно большая доказательная база в отношении этих препаратов. Конечно, они не идеальны, и вместе с их эффектами есть огромное количество нежелательных эффектов. Поэтому очень важно, опять же таки, находиться в постоянном контакте с вашим лечащим врачом и помнить, что он вам не враг, и что он тоже не хочет вам навредить, а хочет, чтобы у вас была та самая чистая кожа, о которой вы так мечтаете, которую вы попросите в Новом году у Деда Мороза. Там же вы откроете инструкцию, будет написано про стандартный 20-недельный курс. Но, к сожалению, инструкции препаратов не переписываются каждый месяц по появлению каких-то новых исследований. И на сегодняшний день 20 недель – это слишком короткий промежуток времени. Вылечить акне за 3 недели, то, что вы прочитали про терапевтический эффект, или за какой-то стандартный 20-недельный курс, к сожалению, невозможно. Важно понять, что акне – это хроническое заболевание, и наша задача – достигнуть ремиссию, то есть результата, который вас будет удовлетворять, и удерживать этот результат. Потому что, к сожалению, рецидивы возможны при любом методе терапии. Будь то наружные препараты, косметологическая тактика, или в том числе назначение системных ретиноидов, после них также возможны рецидивы. Поэтому не рассчитывайте, пожалуйста, на такой короткий срок. Это еще одна из больших проблем, которые возникают в ходе лечения – завышенные ожидания от терапии. Иногда пациентам кажется, что все должно происходить быстрее, а это, к сожалению, не так. Но дело не в вашем враче или в препаратах, а дело в течение этого года. Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда для лечения акне назначаются антибиотики? Да. На сегодняшний день такая тактика все еще имеет значение. Проблема заключается несколько в других обстоятельствах. Дело в том, что на территории Российской Федерации нет форм доксициклина с так называемым модифицированным высвобождением. У нас есть только классические антибактериальные препараты, но важно понимать, что антибиотики при акне не назначаются в качестве антибиотиков. Они преследуют противовоспалительную цель. Поэтому в данном случае они назначаются достаточно длительными курсами. Это порядка 8-12 недель в зависимости от выбранного лекарственного препарата. Они могут назначаться при тяжелых формах акне, при среднем тяжести течения акне. Для некоторых пациентов это может быть методом выбора. Однако, если сравнивать, например, те же ретиноиды и антибиотики, ретиноиды будут более оправданы тактикой. Не нужно думать, что антибактериальные препараты при таком длительном сроке тоже пройдут для вас как-то незаметно. Но риск рецидива с антибиотиками гораздо выше, чем риск после окончания курса ретиноидов. Скажите, пожалуйста, а лечение акне фотометодами, лазером, какие-то еще механические варианты работает или вообще нет? Ну, косметологическая тактика в целом – это такой темный мир. И есть такое понятие, как открытые рекомендации. То есть те рекомендации, которые говорят о том, что, возможно, это может быть эффективным, но это альтернативная линия. То есть есть признанные во всем мире методы терапии, которые мы уже сегодня немного упоминали. Например, лекарственные препараты для наружной терапии, такие как топические ретиноиды, золоиновая кислота, бензилфероксид, это системные ретиноиды, это антибактериальные препараты, о которых упоминали вы. Но также есть и методы фототерапии, ну, точнее, фотодинамической терапии, которая действительно фигурирует во всех международных протоколах как альтернативная линия. Бывают ситуации, когда пациент не хочет или по каким-либо обстоятельствам не может принимать, ну, предположим, ретиноиды или антибактериальные препараты. Но мы должны как-то попытаться помочь пациенту. В этом случае мы можем прибегнуть к этим методам терапии. И некоторые исследования демонстрируют достаточно позитивные результаты, которые мы можем применять в своей практике и предлагать пациенту. В завершение, если можно, основные советы по уходу за проблемной кожей во время лечения или если человек до врача еще не дошел, какие-то базовые вещи, которые важно знать? Ну, уход любого человека, независимо от того, есть ли у него какие-то несовершенствия на поверхности кожи или его все устраивает, складывается из трех основных китов. Это очищение кожи, увлажнение кожи и фотозащитка кожи. Что важно понимать? Очищение кожи нередко и от своих коллег, и на просторах различных социальных сетей мы слышим о том, что оно должно быть многоступенчато. Но также вы должны понимать, что вы и Маша Иванова – это разные люди с разными потребностями и разным образом жизни. Предположим, вы не используете секретивную косметику, проживаете в каком-то регионе, где солнце не видно. Это не значит, что вам обязательно нужно… Ну, я просто сейчас в Мурманске, у нас полярная ночь, и фотозащита не является для меня критерием, который я должна рутинно водить в свою жизнь. Потому что в том числе косметические продукты могут стать причиной и акне подобных высыпаний, и еще, возможно, когда-нибудь у нас будет еще одно видео, в котором мы поговорим о переоральном драматите. Фотозащитные продукты могут провоцировать это состояние. Значит, очищение кожи. Пожалуйста, если вам комфортно с одним продуктом, будь то гель или пенка, пожалуйста, используйте его. Это не значит, что всем подряд нужно использовать обязательно и гидрофильное масло, и тоник, и тонер, и мицеллярную воду, гель, пенку и так далее. Нет. Это все определенная доля маркетинга, которая убеждает, что вы без этого прожить не сможете. Ваш уход должен быть из минимального количества средств, но они должны быть максимально эффективными для вас. И далее, буквально как бусинки на ниточку, вы должны нанизывать один продукт за другим, восполняя те потребности кожи, которые у вас есть. Если мы говорим конкретно о человеке, страдающем от акне, и который, вероятнее всего, получает медикаментозное лечение, как мы сегодня упомянули, он чувствует раздражение кожи. То есть те препараты, которые он использует, кожу раздражают, вызывают ее повышенную чувствительность. Соответственно, в вашем базовом уходе должны быть максимально мягкие щадящие продукты. Не обязательно ориентироваться только на гаммы, которые производитель подписывает для проблемной кожи, потому что, как правило, в составе таких продуктов есть салициловая кислота, есть цинк, есть медь, которые обладают таким неспецифическим противовоспалительным эффектом, сиборегулирующим эффектом. Но если в вашем уходе в базовой терапии уже есть лекарственная терапия, вам может понадобиться средства, например, для чувствительной реактивной кожи, из гамм предназначения для пациентов с разации, либо для атопичной кожи. То есть не ориентируйтесь всегда только на вот эту надпись для жирной и проблемной кожи. Далее. Увлажнение кожи является действительно обязательным этапом для таких пациентов. Увлажняем мы кожу столько раз в день, сколько в этом есть необходимость. То есть хочется вам три раза в день – увлажняйте три. Хочется два – увлажняйте два. Не хочется ни разу – ну это вряд ли, но если не хочется, тоже не обязательно этого делать. Ориентируйтесь на собственные ощущения. Когда увлажнять кожу? Как правило, мы рекомендуем в базовой схеме нанести лекарственные препараты и спустя 20-30 минут нанести увлажняющий крем. Но также вы можете наносить его и в течение дня, если в этом есть необходимость. Фотозащита. Фотозащита является заключительным этапом ухода, но если вы используете декоративную косметику, то декоративная косметика – завершающий этап. Сначала фотозащита, и далее вы наносите декоративную косметику. По поводу тонеров и тоников. Они на сегодняшний день потеряли свою актуальность в том смысле, которым придавался ранее, средство, которое восстанавливает ПАЖ кожи и так далее. Сейчас те продукты современные, которые представлены в профессиональных уходовых линейках, в аптечных линейках, как правило, являются самодостаточными, и ничего восстанавливать после них дополнительно не нужно. Поэтому производители начали наделять тоники, тонеры и различные подобные продукты дополнительными функциями. Например, функции увлажнения или эксфолиации и так далее. Но вот если вам нужна какая-то такая дополнительная функция, вы уже ориентируетесь, исходя из тех других средств, которые есть в вашем уходе. Но еще раз повторюсь, это совершенно не обязательно в вашем уходе продукт. Также часто возникает утоница по поводу сывороток, которых нужно закрывать и так далее. Сыворотка – это просто форма, форма, в которой вы наносите активный компонент. Кому-то может нужна быть сыворотка, например, с витамином С или салициловой кислотой, но сыворотка – это только название, это не какой-то базовый компонент вашего ухода. То есть если у вас будет не сыворотка с витамином С, а крем с витамином С, или не сыворотка, увлажняющая, там, В5, а увлажняющий крем – это только вопрос формы. Потому что в дерматологии, кроме активных действующих компонентов, имеет значение и голеника форма, в которой заключен продукт. Потому что чем плотнее форма, например, мазь, тем глубже она проникает, и она будет предназначена, например, если мы говорим об увлажняющих средствах, увлажняющий крем или увлажняющая мазь. Мазь будет проникать глубже, она будет предназначена для более тяжелых случаев, когда у вас же формируются корочки из-за этой сухости, а крем будет работать более поверхностно. Сыворотки, соответственно, это еще более легкая форма. Если мы говорим об увлажняющей сыворотке и очень сильно раздраженной коже, то сыворотка может вызвать, наоборот, еще больше негативную реакцию, вызвать чувство жжения, горения, большего раздражения кожи. Поэтому обращайте внимание на главные составляющие в вашем уходе и не ведитесь на маркетинговые ловки, что вам обязательно необходимы и тонеры, и тонеры, и тоники, и миксы, и сыворотки, и термальная вода. Нет, это совершенно не так. Очищение, увлажнение, фотозащита, и все это вы подстраиваете под конкретно ваш образ жизни и ваш основной лекарственный уход. Виктория Юрьевна, спасибо большое. Мне кажется, вы дали сегодня исчерпывающую информацию, что делать, какие причины возникновения акне, и дали действительно практические советы людям, которые столкнулись с такой проблемой. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Не забывайте про ваши лайки, подписки. Увидимся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok